Привет, друзья! Я уже много лет пользуюсь кинопоиском, мне этот сервис очень нравится, и мне кажется, что в нашей стране современный смарт-ТВ уже и не мыслим без кинопоиска. Но не на каждый смарт-ТВ кинопоиск предустановлен, и сегодня мы пройдем процедуру установки кинопоиска, если на вашем умном телевизоре его нет, а также настройки кинопоиска. И все это мы будем делать на примере Android TV от Xiaomi, я думаю, такие сейчас у многих. Первым делом, конечно, включаем телевизор, для включения телевизора используем вот эту вот кнопочку. Следующее, что нам нужно будет сделать, это добавить на телевизор нашу учетную запись для Google Play Market для установки приложений, если у нас, конечно, кинопоиск уже не предустановлен. Для этого нажимаем на вот эту вот кнопочку, и после этого мы попадаем в меню Android. Здесь мы идем вот в эти настройки, и в этих настройках, с помощью центральной кнопки мы всегда все подтверждаем, мы добавляем учетную запись. У меня уже учетные записи есть, но ничего страшного, добавим еще одну учетную запись. Если у вас учетная запись уже существует для вашего Android смартфона, и с помощью этой учетной записи вы себе устанавливаете на Android приложение, то вы спокойно можете добавить эту учетную запись. Если у вас такой учетной записи пока еще нет, можно добавить аккаунт совершенно новый, но потребуется номер телефона. Здесь мы добавляем не аккаунт Mi, не аккаунт Яндекс, а именно аккаунт Google для установки приложений. Нажимаем войти. Если у нас уже есть учетная запись, вводим адрес почты и пароль. Но мы создадим сейчас новый аккаунт. Совершенно не важно, что вы здесь напишите, какое имя, какая фамилия. Ну, допустим, будет Илья. А здесь мы будем писать слово Smart, потому что ставим на Smart TV. Нужно указать какой-нибудь день и год рождения. Можно совершенно случайно. Но, конечно, если вы эту учетную запись планируете использовать и дальше, лучше использовать настоящие. Потому что если вы используете не настоящую дату, то Google вас спросит, какой у вас день рождения и так далее. Вы просто не будете знать, что ответить, не будете помнить. Вот так вот. Он мне предлагает либо создать собственный адрес Gmail, либо выбрать один из вариантов, который он предлагает. Вот такой вполне меня устраивает. И дальше мы должны придумать какой-то сложный пароль. И еще один обязательный шаг — это подтвердить наш настоящий номер телефона. Все, учетная запись добавлена, и после этого мы сможем устанавливать приложение в Google Play. Соответственно, идем на главной странице, доступ которой, напоминаю, получаем с помощью вот этой кнопки, в Google Play Store. И в Google Play Store устанавливаем приложение Кинопоиска. Либо здесь пишем слово Кинопоиск, либо используем голосовой ввод. Вот тут вот и произносим Кинопоиск. Кинопоиск. Либо просто нажимаем вот тут вот снизу «Установить Кинопоиск». И нажимаем «Установить». Все, приложение установлено. Дальше можно нажать «Открыть». Но я предлагаю пойти еще дальше, поэтому мы вернемся снова в главное меню. И здесь закрепим Кинопоиск в избранных приложениях. Нажимаем вот на этот плюсик. Пролистываем до Кинопоиска и нажимаем «Ок». Все, Кинопоиск теперь будет закреплен вот здесь. Еще Кинопоиск можно закрепить и вот в этом избранном. У меня он уже закреплен. Открываем Кинопоиск. И здесь, если у вас еще нет учетной записи Яндекса, то можно ее создать. Но если учетная запись уже есть, то мы сейчас можем залогиниться с помощью телефона. Нажимаю «Плюс уже есть». И дальше телевизор выводит на экран QR-код и, соответственно, номерочек. Можно использовать браузер для того, чтобы залогиниться, а можно использовать QR-код. Я беру свой телефон. На телефоне я открываю совершенно любое приложение для считывания QR-кодов. У меня такое приложение встроено в камеру. И направляю камеру на вот этот вот QR-код в браузере. После этого у меня в браузере открывается выбор учетной записи. Я добавляю свою учетную запись и нажимаю «Проведите для входа». Все. Мы залогинились в наш телевизор. И теперь в Кинопоиск добавлена наша учетная запись. После этого телефон можно отложить. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим главное меню. Самая первая вкладка – это «Мое кино». Здесь можно посмотреть рекомендуемый на сегодня сериал. Контента в Кинопоиске действительно очень много. И можем продолжить просмотр того, что мы смотрели. Я бы, например, посмотрел бы «Люди в черном». Самый первый фильм. Здесь мне очень нравится именно оригинальная озвучка. И да, Кинопоиск позволяет выбрать английскую оригинальную аудиодорожку. И посмотреть фильм с субтитрами. Если вы уже такой продвинутый в английском языке, можно посмотреть с английскими субтитрами. Если вы находитесь на каком-то среднем этапе изучения, можно посмотреть с русскими субтитрами. Сразу слышать оригинальную дорожку. И можешь читать перевод, узнавать какие-то новые слова. Я считаю, это очень полезный, эффективный способ для того, чтобы немножечко развиваться в сторону улучшения своих навыков английского языка. Если мы хотим найти что-то конкретное, можем воспользоваться поиском. И, например, использовать голосовой поиск «Робокоп». Вот так вот. Нашли сразу всего «Робокопа». Можем посмотреть. Можем вернуться в «Мое кино». И здесь действительно большая подборка контента. Как фильмов, так и сериалов. Есть много новинок. И есть, конечно, классика. Также можем посмотреть телеканалы. В телеканалах мне нравится такая возможность, как просмотр канала вроде «Дисней». Когда ты не подбираешь какие-то мультфильмы для своего ребенка, ты просто врубаешь ему «Дисней», и он может смотреть. Кстати, классный мультик. Любителей спорта тоже не обидели. Здесь можно посмотреть как те игры, которые идут прямо сейчас, так и что-то из того, что уже прошло. Ну что ж. Топ-10 сейвов. Тоже можно наслаждаться. В магазине можно приобрести как отдельные какие-то дополнительные фильмы, которые не включены в подписку Яндекса, так и подписки для того, чтобы смотреть, ну, например, ту же «Игру престолов» или другие сериалы. На некоторые подписки можно взять пробный период и посмотреть какое-то время все это бесплатно. Ну а если у вас есть дети, можно также добавить детскую учетную запись. Идем вниз. И здесь можно добавить профиль. У меня уже один добавлен. Я добавляю, допустим, еще один. Кусь. Ну пусть будет кусь. Вполне себе прикольно. И кусью можно поставить возрастной рейтинг на контент. 18+, оставляем для взрослых. 16+, для подростков. И, соответственно, для детей 0, 6 или 12, в зависимости от возраста. Я сейчас покажу, что будет, если мы поставим вообще 0+. И вот мы зашли в профиль для самых-самых маленьких. Какой здесь контент? Смешарики, Чипа Дэйл, Щенячий патруль, Холодное сердце. То есть те мультфильмы и те сериалы, которые подходят для этого возраста. Я вообще считаю, что возрастной рейтинг – это великая вещь. И обязательно нужно смотреть на возрастной рейтинг и для фильмов, и для мультфильмов, и для игр. Для того, чтобы дети смотрели именно тот контент, который подходит для них по возрасту. Если вы даете ребенку смотреть контент на тот возраст, который не рекомендуется для него, это уже под вашу ответственность. Но, к сожалению, многие родители этими рейтингами пренебрегают. Я надеюсь, что вы, если вы родитель, не из таких. Вот мы посмотрели, какой контент в профиле 0+. Сейчас посмотрим, какой контент будет в профиле 12+. Переходим вот сюда и держим 2 секундочки в среднюю кнопку на пульте. Таким образом мы вернулись в наш основной кинопоиск. Дальше снова сюда нажимаем один раз, уже не держим. И нажимаем на смену профиля. Переходим в профиль 12+. И смотрим, что у нас в профиле 12+. Контента стало явно больше. Гораздо больше мультсериалов, сериалов, фильмов, которые можно посмотреть. И при этом он все так же дружелюбен для детей. Мне эта фича очень нравится. Она позволяет действительно не беспокоиться о том, какой контент будет смотреть твой ребенок. Для моих детей это не воспринимается как ограничение. Наоборот, этот контент им нравится гораздо больше, чем фильмы и сериалы, которые предназначены для взрослой аудитории. Порой, к сожалению, просмотр такого контента может быть травмирующим. Ну, по крайней мере, у ребенка могут быть кошмары. Чтобы этого не было, пусть дети смотрят тот контент, который снимался специально для них. Как видите, в установке и настройке кинопоиска нет ничего сложного. Если у вас не Android TV, не беспокойтесь. Процедура установки кинопоиска очень похожа, если он не предустановлен. Но на многие телевизоры сейчас изначально предустановлен кинопоиск. Поэтому не нужно ставить приложение. Можно сразу в него зайти. Подключить свою учетную запись Яндекса. И пользоваться всеми преимуществами кинопоиска. Надеюсь, этот небольшой гайд был для вас полезен. А на сегодня все. С вами был Илья. Пока.